Дорогие друзья, вот мы торжественно сидим на сцене Большого театра, а выходим на YouTube-канале Большого, потому что вместе с компанией Credit Suisse, которые решили поддержать молодые таланты Большого театра, мы придумали такую серию из трех передач, которая называется «Шаги к успеху». И тема нашей сегодняшней встречи – юмор и серьезность. Я хочу представить вам участников этого разговора, этого диалога, и начну с нашего главного героя сегодня, Ильчина Азизова, народного артиста Азербайджана, солиста Большого театра, который начал свою карьеру участникам бакинских парней. Парней из Баку. Извините, парней из Баку. Парней из Баку в КВН. Поэтому мне кажется, что даже само такое название юмора и серьезность, которое… Это ко мне, да. Это именно к Ильчину. И оно было придумано, наверное, тогда, когда мы поняли, что Ильчин примет участие в наших встречах. Ильчин стал первым азербайджанским артистом в труппе Большого театра и с 2008 года на этой сцене постоянно выступает. Вместе с ним сегодня этот разговор ведут молодые ребята, которых вы здесь видите. Это Константин Артемьев и Алина Чертош. Дело в том, что Большой театр, конечно, постоянно должен пополнять свою труппу и постоянно занят поиском новых молодых юных дарований. У нас даже существует программа, молодежная оперная программа, она уже работает 10 лет. Очень много замечательных кадров тоже выпустила. Но параллельно все время идет поиск каких-то уникальных голосов. И вот такие два голоса были найдены недавно. Алина победительница многих международных конкурсов, и в частности конкурса Бориса Штоколова и Натали Шпиллер. Ее услышала Людмила Таликова, это заведующая оперной труппы Большого театра, и пригласила сюда, и Алина сразу же попала в оперный спектакль премьерный наш и дебютировала партией Ольги в Евгении Онегине именно на этой сцене, на исторической сцене Большого театра. А у Константина очень любопытная судьба. Он сначала был дирижером, потом он был баритоном. Как баритон он закончил консерваторию московскую. И только тогда он понял, что вообще-то он тенор. И теперь в качестве тенора он уже дебютировал на сцене Большого театра тоже, пел в разных спектаклях. И, как я поняла, первый это был царь Гведон на нашей новой сцене, тоже в премьере царя Салтана. Ну и вот мы хотим начать наш сегодняшний разговор. Чем его формат необычен? Обычно я представляю всех, и я же задаю вопросы. А сегодня я только всех представляю, а дальше все уже задают вопросы друг другу. Мы надеемся, что получится. Я сижу до конца, потому что я должна следить, что все вопросы заданы правильно, хорошо, и ответы на них идут не вразрез с политикой творческой Большого театра. Безусловно. Гениально. Мы старались подбирать свои вопросы. Конечно. И прежде всего. У нас свободу слова, поэтому рубим. Ну, может быть, первый вопрос для затравки я все-таки тоже задам Эльчину. Вопрос такой. Все-таки Эльчин очень рано начал петь, у него был хороший голос, и все знали, что он хорошо поет, но почему-то он к этому долго относился несерьезно. Ну, пел и пел, и пел, и пел. И потом в какой-то момент понял, что это должно стать смыслом его жизни, его профессии. И стал, вдруг поменял, к этому отношение. Вот от несерьезного к серьезному. Я хочу спросить, как это произошло и почему. Ну, от несерьезного. То есть, если говорить искренне, да, ну, хорошо. Сейчас любой ребенок возьмет две ноты, и окружающие его родители, родные, близкие, скажут, ай, какой молодец, даже если он сделал это частично фальшиво. А спустя какое-то время, да, там, я пел в детстве, потом был в детском хоре, пел при Дворце пионеров и школьников имени Юрия Алексеевича Гагарина. Был такой замечательный, известный на весь Советский Союз. Ансамбль песни и танца Джуджа Лярим. Собственно говоря, откуда и производная песня из известного мультика «Ну, погоди». И был одним из вот этих цыплят, как говорится, там солировал. Потом классический вариант во время пубертата потерял голос. Петь было нельзя, а петь было надо. И петь хотелось. Ну, и так далее, да. Ну, опять же, звонкий детский голос, это всегда весело, хорошо. А когда он начал уже возвращаться в более серьезном возрасте, я уже был активным участником моей любимой команды КВН «Парни из Баку». И, скажем так, уже вызывал положительные эмоции у всех, кто меня окружал. Естественно, там спел, ну да, хвалили, говорили, ай, как он поет, ай, как замечательно. Каждый, как, безусловно, каждая подобная похвала, она придавала, да, заставляла задуматься, придавала какую-то такую уверенность. Но все равно, наверное, отношение было, ну, не то, что несерьезным, а неглубоким. Но ушло время. То есть это было как эстрадная, больше какие-то исполнения. Ну, это да, КВН-овские исполнения, там, песни в КВН, это были, там, ну, какие-то застолья, Эльчин с поем, Эльчин с удовольствием шел к музыкантам, давайте. У меня спрашивали тональность, я говорил, любую. И, в принципе, так и было, я пел любую. Учиться-то пошел на режиссера, почему-то, когда вы... Да, мое первое образование режиссер, театр, кино, все правильно, да. То есть это было, да, хороший голос и хороший голос. А потом, ну, вот был переломный момент, когда мой товарищ и близкий друг пригласил меня на презентацию своего диска участником спеть пару романсов в филармонии, да, то есть некая уже академическая история. Это был мой друг, замечательный пианист, Мурат Адагюзал-Заде, он директор филармонии, но тогда он еще не был, он говорит, слушай, вот я презентую диск, мы друзья, там, давай соберем, и вот, а почему бы тебе не спеть, да ты в КВН не поешь, ну, давай один раз попал. Я попробовал, ух ты ж, мне понравилось, потом еще чуть-чуть, потом еще немножко, потом это, и как-то вот это вот, опа, и оно из... И параллельно начала происходить оценка, что называется, да, окей, называемая серьезная оценка, да, не та, которая, я понимаю, что человек меня любит, человек меня уважает, человеку я нравлюсь просто, да, ну, не может он мне сказать, слушай, не пой, умоляю, это отвратительно, да, он просто говорит, классно, здорово, молодец, тем более, ну, там, почему бы и нет. И когда началась уже оценка серьезных, это уже заставило задуматься, что, а, может быть, оно так и есть, и хвала Всевышнему, путь был выбран, и я как-то понял, куда двигаться, вот, даже не понимая, куда двигаться, но оно вот само как-то шло, 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 и буквально за какой-то безумно короткий промежуток времени привело меня вот-вот-вот в это мое любимое место, которое просто сейчас, это невозможно понять, как это вообще могло за такой срок произойти, но, потому что я-то уже взрослый дяденька был, вот, 30 лет, семья, ребенок, и вдруг менять профессию, и оно вдруг, вот, знаете, не то, что надо было, хотя бился, да, это временной промежуток, кажется, 3-4 года, да ладно, что, нет, это мало, но, с другой стороны, каждый день стоил, скажем так, то, чем я не занимался с 15 лет вокалом, музыкой, мне пришлось съесть, прогрызть этот гранит музыкальной науки, красиво звучит фраза, за 2,5, там, 3 года, 4 года, 4, нет, 2,5, 3 года. И сейчас я вот тут, я хотел сказать, как мило его представление, я хотел сказать, и теперь пока тенор, я потому что считаю, что... То ли еще будет, а мы не знаем, а может обратно, постарею в 35, Ну а что, Донинго, опять поешь? Да, одну секундочку, постарею, во сколько? Нет, 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 я ничего такого не имел в виду, голос сформируется, доформируется, скажем так, в 35, говорят... До формируется? Самый золотой, да, самый золотой голос у любого мужчины, походу, вот, где-то, похоже, где-то в 35 лет. Или, нет, нет. В 40? По-разному. По-разному. 45-65. 45-65, там самый идеальный, вот. Самый золотой. Здесь ведь, на самом деле, парадокс вокала, это и серьезный, и несерьезный, кстати. По парадокс вокала я нашел очень интересную параллель с фольклором азербайджанским, да, с Мугамом известным, и опера параллель в чем? Парадокс, когда голос звонкий, свежий, ровный, ему не хватает мудрости. Когда приходит мудрость, звон, к сожалению, у нас... В Мугаме, самые красивые Мугамы, поют дети до пуберта, до перехода, он, это просто соловьиные, чистые, но мудрость приходит с годами, мудрость приходит гораздо позже, когда этого звука уже нету. Это парадокс, это беда, это уникальность. Я думаю, что в опере то же самое, но у каждого возраста своя прелесть, у каждого звука свой интерес, и то, что когда-то бралось звоном, в какой-то момент начинает... Мастерством. Мудростью, мастерством. А вообще у каждого возраста твой репертуар, и все. Конечно. Вот у меня, например, тоже история, как раз вот, как вы говорили, с детского голоса. В детский сад вообще пришел один мужчина, представился, вот я работаю, значит, в музыкальной школе, я набираю хор мальчика. Вот, и он прослушал каждого, вот эту нотку можешь повторить, эту нотку можешь... Он после этого, как меня прослушал, он несколько раз звонил моей матери и упрашивал ее пойти в детскую музыкальную школу, в хор у этих мальчиков. А моя мама подумала, ну все же не болтаться ему где-нибудь там по подворотням, пускай... По детскому садику. По детскому садику, действительно, не, в смысле, когда пойду уже в школу. Да, да. И в итоге, получается, профессия меня выбрала, а не я выбрал профессию. Я долгое время пребывал в каком-то абстрактном таком... Вот я плыл по течению, можно сказать, а музыка все время как-то подбрасывала мне варианты. И когда меня просто попросили, а вот после определенного периода в Гнесинку я попал, там отучился на дирижера, и мне сказали, что я хорошо пою и звонко пою, вот со звонкости. Там мне сказали, что ты должен идти. Ты должен идти в консерваторию, но вокал, у тебя другого нет дороги. Там, между делом, была армия, и, в общем, отучаясь в консерватории, сначала два года мне никто не замечал. Я думал, это меня попросили, я, может быть, никогда не мечтал выступать, но всегда очень любил обращать на себя внимание, как сейчас, например. Нормально. И, в общем, на чем я остановился? После армии Гнесинки? А после Гнесинки армии, а потом в консерватории? Да, полгодика я позанимался, попал в консерваторию. Два года меня никто не замечал. На третий год я прихожу к шефу. Так они не знали, что это нам учишься? Они меня спрашивали каждый год, на каком я курсе, мой шеф спрашивал мне. И в определенный момент я запел. Я не знаю, от чего это произошло, может, это какой-то катарсис на личном плане, там произошел один. И у меня сбросились все мои зажимы, я вышел и выдал. Он мне посмотрел, так и говорит, Артемьев, чем меньше ходит, тем лучше поет. Вот. И в этот момент... Я ушел, так сказать, силаторий. Окончательно. Стал петь свободно. Да. Нет, я закончил все довольно достойно, но, мне кажется, если бы я продолжал быть баритоном, я бы не оказался здесь. А как бы вы поняли, что он все-таки не баритон? В смысле, я бы не простил, в этом случае. Да. Нам было бы тесно ходить по одному большому театру. И получилось так, что просто репертуар становился все выше и выше. За Валентином последовала фигара. И там же я понял, что звон начинает перекрывать то, что я пытался сделать как баритон, попустить сильно на грудь, а расширить вот этот вот нижний мой диапазон, который у меня пока еще со мной остался. И просто поперла природа. Вот скажем так, из меня, вот это вот, как теноровая железка, или как ее по-разному называют. И мне одна моя подруга, спасибо ей большое, она еще на третьем курсе сказала, ты тенор, ты вообще не представляешь. А я тогда испугался. И вообще, в принципе, баритоном и петь боялся тогда еще на тот момент. Да я до сих пор боялся. Это другая тема. С рахом и мужеством оперы. Подворовали уже наших коллег. И, в общем, мне она говорила, я ей очень благодарен за то, что она мне сказала тогда, что я тенор, и она мне придала уверенности. Вот, она тоже оперная певица. И, в общем, за полгода после того, как я выпустился, я стал тенором. Я пришел вот на эту сцену, тоже опять страх, мужество, не надо об этом. С пела Ленского, и меня взяли, я был в шоке. Потом сразу Гведон, и я еще в большем шоке. И, в общем, я до сих пор в шоке, но это все настолько приятно. Латалина, которая у нас за столом, она сразу стала, видимо, меца-сопранной, и сейчас продолжает заниматься с Рузаной Паумой Лисициан. Потому что вы когда оба рассказываете, я вообще не понимаю, где были ваши педагоги. Потому что ты как-то сам шел, были педагоги. Нет, нет, конечно, слушай, ну, конечно, во-первых, и в Баку были. Потом ты в молодежных программах занимался много, и в Зальцбурге. Нет, я занимался... В Зальцбурге я был в летней академии. Я занимался в оперной студии при Бакинской академии с покойным Азадом Алиевым, профессором. И потом, приехав сюда, в центре Вишневской, в Бадре Майсурадзе, и сама Галина Паума, и это очень ценно, очень важно. Нет, куда бы мы без правильных ушей. Это очень важно. Это безумно важно. Я поэтому хотела тоже Алину спросить про работу с Рузаной Паумой. Да, мне вообще всегда в жизнь увезло с людьми, которые меня окружали, и с педагогами в первую очередь, которые всегда в меня верили, прививали мне любовь к делу. И отношение серьезное к вокальному делу у меня было всегда. Я думаю, что чуть ли не с музыкальной школы. Я знала, что я буду петь. У меня был замечательный педагог в моем омском училище Наталья Огнева. И, конечно, я поступала в Москву, только в Академию Гнесиных, только в Курзане Павловне. Я никуда больше не подавала документы. Я очень хотела, я ее убеждала в том, что вот я хочу у вас учиться, и вы должны меня взять. Вы должны меня учить. Да, я брала ее штурмом, потому что я была просто огромным ее фанатом. И с не первой попытки она меня взяла в класс. А с какой? Вот честно, просто. Нет, она не говорила мне нет. Но и не говорила да. Вы не сказали да, Милух, я не сказала нет. Да, я наносила ей несколько визитов. Ага. То есть, вот я умею петь немножко, возьмите меня поучить. Да, и, конечно, закончила я бакалаврят Урзан Павловной, продолжаю учиться в магистратуре. И, конечно, она мой такой наставник верный, который мне во всем помогает. И на все спектакли мои она приходит, всегда она меня критикует или хвалит. Но я ей очень доверяю. Шупер. Ну, расскажите, чему у вас всех научил Большой театр? Все-таки, когда в театр приходит, это же что-то другое происходит. Ты там можешь петь где угодно. Но особенно эта сцена, мне кажется. Эта сцена, она вообще ни на что не похожа, ни с чем не сравнилась. Взросление происходит быстро. Даже сейчас сидишь, такой тут масштаб, конечно. И это дело такое. Это она продолжает еще каждый раз учиться. Мы еще не прошли образование. Полное образование, образовательский курс. А Большого театра мы еще не прошли. Тем более, вот насчет образования. Как я мог себя чувствовать на первых спектаклях, когда я полгода всего тенор. Я думал, у меня был, знаете, синдром самозванца. Что вот меня сейчас разоблачат, а на самом деле я пою плохо. И это мне вот все это... Чем дальше этот синдром будет только прогрессировать. Чем больше времени идет, это тебе секрет. Чем больше чувствует. Что же они скажут? Так он же не может петь. Кто его... Это нормально. Нормально. И до сих пор... Сейчас я образование уже получаю от других моих коллег, которые мне скажут, там, в гримерке где-то услышишь, что-то у меня не так. А вот тут вот, ну немножко вот это вот, ну вот то все, пятое-десятое. И так, о, пошло, спасибо большое. И уже вот это домой пришел. Так, закрепили. Все нормально. Всех нельзя, да, я знаю. Кто-то может сказать. Ой, я эту школу в консерватории прошел, там гораздо больше лет. Я там не был. Ой, вообще, не говорите. Здорово, замечательно, но рот не открывай. Да, да, да. Рекомендации вокалисту. Да, этот вокалист Рахманиндова. Вот так вот. Ну, здорово. А какие партии есть в репертуаре? Ну, я пришла в театр, как я уже потом узнала, что меня прослушивали на партию Ольги. Ах, Ольга, Хольга. Да, да. Немецкая сестра Татьяна. Ольга. Ольга и Хиль, то есть. И, конечно, когда я дебютировала на этой сцене, я была еще студенткой. И какое-то чувство полнейшего восторга, но чувство, что непонимание, смогу я это сделать или нет. Я в себя не верила еще настолько, насколько, мне кажется, верила Людмила Витальевна и Дуганта Муразович. А вы с Арье тоже поработали? С Евгением Арье вы тоже поработали? Да, да. Я пришла, когда репетиционный процесс уже был в самом разгаре. И после третьего прослушивания меня сразу отвели на репетицию на верхнюю сцену. Здорово. И я была в каком-то как будто с ней. Я не понимала, куда эти все длинные коридоры меня ведут. И не понимала, что происходит, что, в общем, от меня требуется. И, конечно, если мне помогали какие-то высшие силы в этот момент, то в большей степени они, наверное, выражались в той заботе коллег по сцене, которые мне очень сильно помогали. И я ощутила, что, наверное, я все-таки могу. Наверное, я чего-то, наверное, стою, раз они вот ко мне все по-доброму очень относились. И за это я им очень всем благодарен. Это очень приятно слышать, потому что о Большом театре разные легенды ходят. А у нас коллектив-то очень хороший. О, я хорошо. О нас здесь ходят много разных. Вы знаете, мне кажется, большинство легенд про Большой театр придумали те люди, которые здесь никто никогда не пел. В первую очередь. Кто-то не смог. Я понял, я вот сейчас ребят послушал, я понял, чему учит, наверное, не только этот театр, но и вот выход на сцену, наверное, вокалиста. Не то, что учит, а совершенствует это состояние. Я это слово просто в последнее время очень часто повторяю, потому что это то, чего нам в современном мире очень сильно не хватает очень много. Ответственности. Да. Ответственности. Потому что, знаешь, когда вдруг приходит осознание того, что тебе доверили, куда тебе доверили выйти, перед кем, перед как, во что. Вот она сверху висит, вот эта самая красивая на земле, там, да, образно. А ты тут в центре стоишь. И ты тут стоишь в центре, сбоку скрыть, не имеет значения, но ты вот это доверил. И вот тут оно начинает просто как, я не знаю, как вот сверхматерия, оно начинает увеличиваться чувство ответственности. Ты стоишь в центре вселенной немножко. Да, подпирается чувством гордости, с одной стороны, чувством собственного достоинства высокого, но ответственность их ставит на свои места, плечки ровно и вперед. Это очень важно. Актерская органика, вот тебе это просто свойственно, мне кажется, от рождения, так скажем. Да, от рождения плюс учился, занимался. Мне кажется, это большая проблема, потому что одно дело, ты спел хорошо и все это вывел ровно и прекрасный звук, а другое дело, тебе еще надо сыграть, не забыть и быть органичным. Да, вот у меня был вопрос насчет юмора. У вас так мало юмористических партий, ну, там, по пальцам одной руки, а любовь к трем апельсинам. И доктор Фальк. Да, да. Это ваше личный выбор, ваше предпочтение больше петь драматические какие-то роли? Я думаю, что это предпочтение моего голоса больше, скажем так. У меня это, наверное, скажем так, лучше получается. Потом, ну, скажем так, Фальстафа я всегда сыграю в нужный момент, когда придет необходимость. Но на самом деле, на самом деле, положа руку на сердце, заставить смеяться гораздо сложнее, чем заставить плакать. Ну, не в моем случае. Дело в том, что я настолько долго занимался юмором, почти профессионально, назовем это так, да, там, с 90-х, с начала 90-х до 2000-го года. Да, 10 лет это было некое профессиональное действие. И успешно. Это самые большие награды КВН. Ну да, стали чемпионами 20-го века и разбежались, да, как образно. То мне, этого мне в жизни достаточно. То есть я очень много и очень часто, у меня получалось рассмешить людей. Да, это у меня получается и в жизни, и так далее. Но больше всего я стремлюсь к, скажем так, режиссерской сверхзадаче, которую я там учил, проходил и так далее. Заставить человека смеяться и плакать легко, гораздо сложнее заставить человека думать. И мне всегда приятно, если у меня вдруг получается заставить кого-то задуматься. Заставить даже из смешного сделать серьезный вывод. Из грустного сделать вывод со знаком плюс, с улыбкой. Потому что в нашей жизни все это настолько переплетено. Если это не фанатизм, да, такой вот упертый, то это все, в принципе, достаточно серьезная ирония. Мне так кажется. Лицедейство. В том числе. Нам тут зрители вопросы прислали. Молодцы какие. Вот один из, мне нравится вопрос один, на самом деле. Мешает ли серьезный настрой или волнение вдохновению? Вдохновению именно. Мне кажется, адреналин, который... Мы, на самом деле, экстремалы, кто обращает на себя внимание нескольких тысяч людей, а то и большего количества. Абсолютно согласен. А вот мы экстрем... Нет, вот с этим не соглашусь. Я, наверное, больше интроверт. Я, когда вот вхожу, я хотел спросить Ильчин, как он восстанавливается, потому что для меня восстановление – это полная изоляция у себя дома. Несколько, наверное, дней после серьезного блока спектаклей я мало общаться начинаю, а потом только у меня вот опять просыпается эта экстравертичность. А как же следующий блок, который на носу? Ну, вот до него нужно успеть. Это пока. На самом деле, нет, все приходит с опытом, что касается восстановления и так далее. Да, понятно, после первого спектакля, после первого концерта, надо переслушать, всю ночь не спишь, вторую ночь слушаешь. Все приходит. Это придет с опытом, что вдохновение, наверное, имеется в виду вдохновение выхода на сцену. Да, вот это вот волнение не дает тебе свободно петь, например, или действовать на сцену. Потому что слишком вакуумно волнение. Нет, нет, волнение, оно должно быть в каких-то разумных пределах, чтобы был выброс, абсолютно правильно сказано, адреналина. Оно должно быть. Если аморфно стоять, что на сцену, да, ну я пошел. Я еще заметил, что если большой блок и не первая партия, ты поешь много спектаклей, и у тебя самые классные, получается, не когда ты сильно волновался в самом начале, а второй, третий. Вот так же мы в Херсонес, когда слетали совершенно недавно, у нас самые лучшие выходы на сцену, и все было лучше всего сыграно, когда мы немного волновались, но мы немного пообвыкли. А под конец уже расслабляешься, нету вот этого нерва совершенно. И, на мой взгляд, получилось, может быть, технически лучше, чем в первый раз, потому что мы еще отработали на этой сцене. А вот эмоциональном плане, мне показалось, немножко не хватало. Это стресс организма. На самом деле, это обычный стресс организма. Родившийся ребенок, он оказывается, почему он плачет, он оказался в непонятной среде, его вытащили из теплого, уютного, неизвестность. То же самое у нас, это абсолютный такой инстинкт. Мы выходим в неизвестность, новый зал, новые декорации, новое что. Почему хороши, чем хороши, почему я очень люблю репетиции, ты привыкаешь абсолютно ко всему. Даже если тебе надо стоять на каком-то обрыве, на какой-то высоте, первый раз тебя трясет, второй, третий, четвертый, а потом ты уже все это смелее делаешь, увереннее. Поэтому это абсолютно такая, это реакция нашего организма, которую мы должны использовать в этих целях. Поэтому в Херсонес, в другой город, в Большой театр обязательно потоптаться на сцене перед выходом. Это просто походить, потрогать, акустику проверить, ну можно там, алло, ау, все нормально. Слава богу, не наше начальство, ни один маэстро не оставил нас без генеральной репетиции ни разу. Пару раз я вводился в спектакли и выходил безоркестровой даже, но все в итоге остались довольны. Но это был большой стресс. Это большой, конечно, это огромное. Дело в том, что мы сразу теряем 50%. Образ у меня был очень яркий, я не буду говорить, какой именно. Яркий. Яркий образ, да, который мне позволил перенаправить мою энергию, вот это вот, сделать из нее вдохновение. Там она энергозатратная, и поэтому, когда ты немножко не драматический, какой-то яркий, хлиричный герой, тебе сложнее бороться, тебе нужно быть спокойным и так далее. А когда есть куда направить, называть это, сублимировать энергию, тогда она идет только во благо. Вот эта тревога, страх, когда я первый раз вышел на историческую сцену, то, что начиналось. Блин, а как вы справляетесь со стрессом? Я хочу сказать, что когда я только вступаю на сцену, особенно на историческую сцену, вот это вдохновение, которое меня охватывает, когда я вижу вообще этот зал Туган Таймуразовича, у меня это вдохновение, оно перекрывает волнение. И я уже как будто не я. Первый шаг. Шаг на сцену, и ты другой человек. Да, я становлюсь персонажем, я уже не мыслю, не чувствую такой боязни за то, как я возьму эту ноту сейчас или поступаю. И, кстати, к тому, что как бороться с анализом вот это несколько дней, то, что после спектакля. Хороший вопрос. Персонаж вышел, стал персонажем на сцене, но персонаж должен остаться на сцене. С собой не уносить домой. С собой не уносить, да, да, да. Потому что бывает всякое. Да, мне как-то даже сделали замечание, что я на поклоны вышел в образе. Вот. И мне сказали, лучше так не делать. Не то, что это какой-то дурной тон, но все-таки нужно показать, что ты артист, а не только... Человек, конечно. Все. Занавес закрылся, все. Все, все. Все закончил. И я бы сравнил на левую. Я? Я на сцене скромно держусь. Кто здесь? Чаю. А, кстати, что сохранится из проектов твоих личных? В следующем сезоне. Трудно сказать. Трудно, очень трудно сказать. Пока там Израиль дал подтверждение, что радует нас на грядущий или на следующий? Ну, наверное, вот этот год. Который... 20-й, 21-й. 20-й, 21-й. Во-первых, сейчас Дон Карлос. То, что в Большом театре. Я надеюсь, что мы все идем... Да-да, стучим по дереву, по-везде золото, бархат. Не знаешь, почему постучать. Будем надеяться, что все пойдет по графику и так далее. К сожалению, до конца года все те контракты, которые у меня были за рубежом, они отменились. Ну, собственно говоря, я предполагал, а последний звонок был вчера, оказался он в декабре. И я, извинения, перенос на следующий год. Я сказал, что даже не парьтесь, я понимаю, мы все оказались в одной лодке. Да, в одной лодке. И просто периодически получать извинительные большие e-mail'ы и телефонные звонки. Ну, что делать? И там огромное количество людей в мире поняли, что на самом деле работа – это большое счастье. В принципе, делать что-то, что-то создавать. Когда сидишь дома без дела, ты начинаешь чувствовать себя никчемным. Было очень тяжело. Я подозреваю, что мы тут все счастливые люди, потому что, в общем-то, мы все свою работу любим и без таких кризисов. И понимаем, что она для нас нужна и важна. Дело в том, что потрясающе. Не я сделал это заключение, наверное, скорее всего, где-то вычитал, но, может быть, его чуть-чуть подкорректировал. Уникально, что в какой-то момент мы дошли до того, что мы не хотим лучше, мы хотим, как было. Вот верните, как было. Уже будем довольны. Да, мы будем уже счастливы. Мы не хотим лучше, не надо. Хотя человек – это такое создание Божие, которое все время хочет лучше, больше, шире, вкуснее. Но это и двигает прогресс, собственно говоря. Согласен. Но вот сейчас у нас мозги зато верните. Можно мы вернемся на февраль 2000 года? Я думаю, наше время как бы подходит к концу. Но здесь есть еще такой вопрос, может быть, забавный, а может быть, вы вспомните, что такое. Случались ли у вас казусы на сцене, о которых до сих пор знаете только вы? Пускай это уйдет вместе со мной. Нет, если бы они были такие… Зрители так ничего и не поняли. А, зрители. А вы знаете сами, что было что-то там… Не, ну, конечно. В ней закрыто там стучишься куда-нибудь. Всяко бывало, но дело в том, что такие истории обычно рассказываются, потому что они не так часто у нас бывают. Это там смешно бывает. Ну, зрители, да, максимально надо стараться делать. Вообще, я скажу честно, репетировать, предрепетировать, то есть во время этих процессов шутить, баловаться можно, и это раскрепощает, это расслабляет, это создает атмосферу и так далее. Но у меня абсолютный запрет на любого рода шутки на сцене. Во время спектакля. Во время спектакля, да. Я никого не осуждаю, я знаю, что есть там коллеги, которые любят устраивать зеленый спектакль, да, там обычно там крайний спектакль продукции, он бывает зеленый. Часто, когда поешь на русском, а перед иностранным зрителем. Да, 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 перед иностранным зрителем, да, 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 это все как бы… Это нормально, я не осуждаю, это тоже весело, веселятся также, наверное, и наши соотечественники, сидящие в зале где-нибудь в далеком… И за пультом. Сантьяго, и за пультом, да. Но я противник, ну максимум там может быть какая-то ужимка, видимая какому-то одному человеку, который сто процентов не расколется. И это уже даже не шутка, а такое вот там традиция, да, там у меня есть такая традиция одна в травиате, и то это выражение моей больше реакции, просто она, наверное, немножко смешно получается. А так я абсолютный противник, сцена, мне кажется, что сцена не прощает этого. Потом, ну, всему есть время, да. Шутить, репетиции, пожалуйста, унесу, снесу любую репетицию. Особенно если на 4 часа какая-нибудь репетиция идет, вряд ли, ну, такое бывает. Нужно расслабляться, да, нужно расслабляться, все утомляются. А спектакль категорически, нет, бывали, конечно, бывали. Слушай, ну, помнишь, у нас была постановка «Паунтни», «Кармен», собственно говоря, это… На новой сцене. На новой сцене, да, это вторая моя партия, второй мой спектакль. Который должен был быть первым. Который должен был быть первым, да, это тоже уникально. Мы это обсуждали в «Зеленый», да, еще? Да я сейчас слышала твое интервью «Тельман» в телевидении, как-то это… А, да-да-да, «Тельман». Нет, точно. Да-да-да, там было, это действительно было. Дело в том, что получилось, что, да, мы обговаривали, все, вот, я иду, я буду из Камиль, я прихожу, меня взяли в штат, первый мой спектакль из Камиль, я его знаю, слава богу, я его пел, все, я готов. И вдруг мне там в начале октября говорят, а, кстати, восьмого, у тебя 20-го «Кармен», да, восьмого у тебя будет «Иоланта». Кстати. А? Ну, «Иоланта» там. Я сейчас-то не быстро учу, как мне кажется. И все, и, в общем, обнулились, вернулись к «Кармену». Там второе действие, сцена в горах, да, горы были нарисованы на больших коробках, телевизоры были, мониторы какие-то, и большие коробки. А с Камиль очень эффектно появлялся, был выстрел, и центр этих гор, он был из подвижных коробок. То есть они были картонные, и, значит, я их выламывал, мне еще помогали сбоку, и эффектно появлялся эскамилья вот в горах, как бы перед вот стычкой из хозе. На полу также были, на сцене, то есть также были разбросаны ящики, вот эти квадраты. Но они были из ДВП, и по ним можно было ходить. А те, которые я выбивал, они картонные были. Значит, один из спектаклей, я вышел, все спел, все, значит, все, и обратно я ухожу туда же, вот в эту дыру в горах. Но до нее надо подняться по жестким кубикам, да, которые тоже лежат вот нарисованы там. Но это надо видеть, конечно. Но в итоге что получается? Я подхожу к этой штуке, мой гордый взгляд на хозе, влюбленный на кармен, и каким-то образом я умудряюсь сразу двумя ногами забраться на картонную. Это эффектно. Это очень эффектно, потому что я раз-два, и я пытаюсь поднять ногу, чтобы закинуть ее на нормальную коробку, а нога уже там, и там это х-х-х-х, и просто коробка, значит, подо мной, и я сползаю, это длится в вечность для меня, но, наверное, это длится несколько секунд. Одна нога полностью пробила, я понял, что я одна нога на коробке, я еще раз гордо посмотрел на хозе, стряхнул коробку с ноги и уже ощупывая все руками, поднял. Нет, тогда много таких ситуаций было интересно. Вы спрашивали еще, были какие-то неизвестные всем истории, у меня была история известная всем, потому что это был Гведон, какой-то второй, третий по счету. Там момент есть, когда я пробегаю по сцене слева направо под музыку, я падаю, растягиваюсь на здоровых ботфортах, на кублуках, я падаю в этот момент, хрясь, грусть, тоска меня. В этот момент нужно было видеть глаза маэстро, когда он... А ты не должен был упасть. Что? Да, я не должен был. Я пробегаю, бах, встаю, грусть, тоска меня съедает. Это было просто великолепно. Он в его глазах читал, вступит или не вступит. Так, вступи, грусть. Поехали дальше. Алина, у нас это было так, вы все серьезно, у вас нет такого... И в этот момент я понял, что канифоль не только для балетных. Нужно все-таки... Всегда. Нужно все-таки... Или не бегать по сцене, пожалуйста. Я думаю, что в спектакле «Сказка о царе Салтане» там у всех какие-то каосы происходят, потому что наши костюмы и наши образы, особенно я исполняла эту партию ткачихи, и так как повариха, другая сестра, постоянно меняется, у каждой своя степень способности играть, подкалывать, шутить. И ты никогда не знаешь. Иногда получается так, что без репетиции снова и своей сестрой встречаешься на спектакле, да. И ты не знаешь, в какой момент и с какой силой она тебя толкнет, ущипнет, с какой стороны она в этот раз сядет. И там у всех, каждый раз, у каждых сестер свои истории взаимоотношений. И главное, не упасть, когда тебе поддают то сзади, то спереди. И там у всех, конечно... Но это видно зрителям, я думаю. Не знаю, можем ли мы это озвучить, завершая наш эфир. Я еще раз хочу напомнить, что программа была «Шаги к успеху». И это была серия, посвященная юмору и серьезности. И нашими гостями сегодня были наши молодые стажеры Константин Артемьев, Алина Чертош. И наш главный гость, солист трупов Большого театра, народный артист Азербайджана Эльчин Азизов. И Эльчина на этой сцене мы увидим очень скоро, потому что мы именно открываем сезон Дону Карлсом. Дай бог, очень ждем. Да, и надеемся. А когда мы увидим Алину? В «Пиковой даме», которая будет в следующем спектакле на втором сцене после Дон Карлсом. Тоже вместе мы. То есть мы вместе. Первые спектакли наши. Тем более, что это в рамках фестиваля, посвященного юбилею Чайковского. Будем очень надеяться, что откроется наша сцена, наш зал. Очень надеемся, ждем. Ждем, ждем, ждем. В масках. Наши артисты будут для вас выступать на этой сцене, которую мы все очень любим. И надеюсь, что вот эти все шаги к успеху мы будем совершать и дальше вместе с вами. Спасибо большое. Спасибо, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.